Господин Соловьев, я знаю, что вы, ну и многие видели ваш материал, да, для коллег с телеканала «Дождь» в телепротестах в Кишиневе. Вы наблюдали за тем, как это все происходило. С самого начала вы заметили какую-то пророссийскую риторику? Потому что открытая она стала, мне кажется, в последнее время, вместе с лозунгами, вместе с какими-то транспарантами. А вот как это все начиналось? Вы же тогда понимали, что это все как-то ведет куда-то... Ну, наблюдал, наверное, не только я, наблюдали все сидящие здесь в студии, не только здесь. По-моему, было очевидно не позже. С самого начала партия Шор приложила максимум усилий для того, чтобы создать впечатление о какой-то мощной российской поддержке, о каких-то особых отношениях с Москвой. Был визит в сентябре, по-моему, депутатов от партии Шор и от партии коммунистов в Москву, где их принимал Слуцкий. Потом Милан Шор показывал, демонстрировал всем письмо Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам, где тут обещал помочь решить вопрос, в первую очередь, с газом. Но газ был сразу заявлен как ключевая... Как главный триггер. Цена на газ, энергетический кризис, энергомор. Лозунг, кстати, энергомор перехвачен у гражданского конгресса. Да, но они даже вот эту идею, перевести газ в отдельно взятый район, даже это они у других украли. Так что, конечно. Ну, окей, да. Но здесь, как бы, тоже, видимо, в Москве какая-то часть тех, кто отвечает за молдавское направление, видимо, сообразили, что не следует демонстрировать такую самую мощную поддержку этой партии. Поэтому решили где-то там на уровне главы важного Думского комитета. Понятно, что тоже глава Думского комитета не действовал по собственной инициативе, а это было согласовано. Но вот это впечатление сначала создали, с самого начала протестов. На первом же протесте, таком большом, да, 18 сентября, уже были лозунги геополитические, уже были лозунги про войну, про то, что Санду втянет Молдову в войну. Ну, а дальше, дальше весь этот замах, весь этот напор, который собирался продемонстрировать Илон Шор. Ну, вот финал 16-го числа на митинге в воскресенье, 70 тысяч, да, было сказано, вышли на площадь. Я ходил на митинги и на первый ходил, и на последующий, и на заключительный, так сказать, потому что после того, как был демонтирован палаточный городок, я не знаю, как они там дальше собираются продолжать. Но полиция говорит 6, организаторы митинга говорят 70 тысяч. Ну, не было там, если может быть, 10 со всеми прилегающими. А про российские издания, что говорят, кремлевские издания, как это трактуют? 100 тысяч? Я не знаю, ну, я думаю, что повторяют цифру организаторов. Но на самом деле достаточно было просто пройти, да, вот у меня в начале этого воскресного митинга, финального, было ощущение, что они действительно собираются как-то взбодрить собственный протест, потому что вот они двинулись от насиженных мест между президентурой и парламентом в сторону правительства, но остановила их небольшая цепь полицейских и три машины с надписями «Карабинера», и дальше как бы сцена была быстро развернута с уже упомянутым здесь экраном. Мне кажется, что и сами участники протеста немножечко меняются. То есть, если поначалу мы наблюдали больше обделенных несчастных пенсионеров, то на этот раз, минувшее воскресенье, было больше крепких ребят, как говорится. Ну, не могу сказать, что они прямо такие крепкие. Да, я не могу сказать, что их было прямо много, это по-прежнему был тот же примерно, как мне кажется, плюс-минус социальный состав. Может быть, я наблюдал больше мужчин, потому что первые протесты, они были больше женскими, как мне казалось. Это зависит от того, как набирают участников, потому что их набирают через, там, кто-то собирает 5-10 человек. Потому что аккуратно о последнем протесте полиция заявила о том, что были найдены запрещенные предметы. Ну, было бы хорошо, чтобы... То есть, я не подвожу к тому, что готовится какая-то дестабилизация. Было бы хорошо, чтобы полиция все-таки освещала это четче. Но я бы хотел вернуться к вашему вопросу. Я не соглашусь, в принципе, с Владимиром. Геополитический фактор в протестах Шора появился довольно поздно. Потому что протесты партии Шор начались еще где-то в апреле месяце, через вот эти вот ежедневные флешмобы. Да, более того, например, около событий, скажем, 9 мая и предыдущих, партия Шор очень четко окмежевалась, не захотела участвовать в всех этих прениях насчет георгиевской ленточки и так далее. Они очень четко не хотели в этом участвовать. И исключительно представляли там разные социальные, экономические аргументы и лозунги. Они в это очень четко не лезли. Ситуация начала меняться где-то в июне месяце. Вот был такой знаменательный момент, День России, или как он называется, когда Марина Таубер выставила там такие поздравления, там чуть ли не оды писала Путину, Шор там тоже что-то заявил. Потом начались заявления Шора как контр-заявления на моменты, там моменты, когда, например, спикер парламента Гросса упоминал, то, что мы придерживаемся санкций, и сразу пошла дезинформация, что мы вводим санкции отдельные против России. Там Шор уже грозился, что вот если там введут санкции против России, он покажет всем, где раки зимуют. Вот примерно это в июне месяце началось, и понятно, что параллельно шли определенные процессы, менее заметные, которые кульминировали вот с этим переходом под контроль, и этот переход двух важных медиаструктур, это же не делается за ночь. Да, это занимает определенное время. Но самое смешное, это смотреть, например, разные телеграм-каналы пропагандистские, которые, ну, судя по тому, как они написаны, пишут их люди, которые вряд ли хотя бы раз пересекали границу Республики Молдова, пишут их из России. И это в том числе контент такой, где поносили последними словами Шора когда-то, да, там, и что он и вор, и олигарх, и там чуть ли не прислуга Плохотнюка, и Запада, все что угодно, и предатель. А вот сейчас вот что он лучше, и даже какая-то критика в адрес социалистов, что они не присоединяются, ну, доходит до смешного. Вот эти развороты на 180 градусов, ну, понятно, что большая часть вот всего этого процесса была за, скажем, за скобками. И вот уже действительно в сентябре, когда пошли эти более крупные протесты, даже вот вспомним попытку их более крупного протеста летом, который провалился, когда они хотели устроить и концерт Киркорову, и вот весь этот набор, тогда тоже не было никакой геополитики пока. И это начало появляться вот только сейчас. И даже вот если возьмем весь трекинг партии Шор с ее создания в 15-м году, они всегда сторонились любых геополитических дебатчиков. Ну, значит, появились какие-то гарантии оттуда стоят? Ну, я думаю, что они не столько появились, сколько господин Шор делает все возможное, чтобы они появились. Или если они появились, то ему все мало, и он хочет набрать себе как можно больше влиятельных друзей в Москве. И пытается их... Ну, во-первых, я думаю, ему не составило сложности убедить их, что вот эта вот оппозиция, которая до сих пор Москва поддержана, беззубая. Да, что Игорь Дадон бестолковый, что партия социалистов беззубая, а Воронин вообще понятно, что с ним. И вот поддержите меня, и я вам устрою революцию. Вы увидите, как надо делать революцию. Вот у вас не получилось с Георгиевской ленточкой, со всем этим. А я вам устрою революцию. Илон Шор не дурак. Он понимает, отлично, что никакую революцию он не устроит, потому что с людьми, которые получают по 200 лей, и в глаза не видели эту партию, революции не устроишь. Да, и вот то, что они делают, это, ну, такой, скажешь, большой фейк-ньюс. Набирают 5-6 тысяч человек, платят всем по 200 лей. Огромный антиправительственный митинг в Кишиневе. Причем в Молдове-то этому никто не верит. Почему у них падает рейтинг? Потому что они вынуждены по всем селам, по всем городам предлагать всем деньги, чтобы они ехали в Кишинев. Люди это понимают, люди это узнают, особенно в селах. И они себя дискредитируют. Но Шору на этом наплевать. Ему важно сделать хорошую картинку для зрителя в России. Господин Пацан, вот если подытожить все, о чем мы говорили до сих пор. И, вы знаете, у меня такой к вам вопрос. Как вам кажется, здесь участвуют вообще, в принципе, в этом протесте. Сторонники партии Шор? Или все, кто пытается насолить действующей партией? Ну, надо признать, что партия Шор, и то, что они создали, это феномен. Но также надо понимать, что у этого феномена есть, скажем так, ограничитель. То есть мы понимаем, что костяк партии Шора – это клиент сети социальных магазинов. Это люди, к сожалению, бедные. Но самое печальное, что они также бедные духом. Потому что, в общем-то, что значит поддержать партию, у которой, в принципе, нет доктрины, нет программы. Вот если спросить, что предлагает партия Шора, то вы ничего не вспомните, кроме государственной монополии на алкоголь и энергоносители, и, конечно, колхоза. Больше вы ничего не услышите. Нет у этой партии. Учитывая, как разворачиваются события, эту страничку они все-таки перепишут, скорее всего, в ближайшее время. Ну, да. Факт, что как феномен, эта партия состоялась до того, как у нее появилась программа. Второй фактор, о котором говорили коллеги, это, ну, хорошо, можно кричать на площади, там, собрать несколько сот тысяч людей, кричать «Долой правительство!» На вопрос, а что вместо? Вот что вы предлагаете? У вас даже нет программы. Вы ничего не можете предложить. Комитет. Про комитет поговорили. Я понимаю, к чему вы клоните, да. Но я говорю, что, к сожалению, это феномен. Этот феномен, он для Республики Молдова до некоторой степени показателен. То есть, среда для проявления такого феномена – это бедность. И бедность усугубляется, потому что оригинальная ситуация становится все хуже и хуже. И на этом делается ставка. Но что последует после этого? Естественно, господин Шор не может, его партия на это не может. Они не могут ответить. Поэтому я соглашусь, что да, до некоторого предела, и, может быть, это даже интересно с точки зрения социологической, политологической, исследовать этот феномен. Вот где предел роста такой? Это даже не партия. Я ее называю сектой. Сектой имени… Скорее, не секта, а сетка. Ну, это все-таки секта. Потому что, да, у них, я говорил, есть и символ веры. Все политики воры, но есть благородные воры, которые делятся на ворованном. Это у них символ веры. И это надо понимать. Это до некоторой степени печально, потому что мы понимаем, что с таким достаточно широким… Я соглашусь с вами, где-то в пределах 10-15 процентов это говорит о том, что наше общество имеет вот такой контингент. Но, отвечая на ваш первый вопрос, я не считаю, что у такого феномена есть возможность для расширения. И, надеюсь, что и другие политические партии, в том числе оппозиционные, понимают, потому что мы видим четкое отмежевание. Люди понимают, оппозиционеры, что, в общем-то, примыкать к такому движению – это… Я не был настолько уверен. Посмотрите на заявление господина Кику, посмотрите на заявление господина Дадона, посмотрите на отсутствие заявлений господина Чебана. Да? Но здесь, да, можно… Посмотрите на то, что делает партия коммунистов, которая примкнула к этому. Я о партии коммунистов говорю. Партия коммунистов – это единственная партия, которая полностью зашорена. Так что здесь… Я думаю, что господин Воронин еще вполне сможет развернуться… Снять шора, да? Не раз… Не обязательно снять шора, но… Не шора, а шора… Переобуться в воздухе еще не раз и вести себя так, как будто бы… В его возрасте по жизни не участвовало. Мне кажется, это последняя попытка коммунистов вернуться к власти. А это не попытка вернуться к власти. Это вынужденные меры? А никто их на это не вынуждает. Они могли сидеть спокойно в парламенте, носить какую-то риторику, деятельность, делать свои там флешмобы или неважно что. Это не… Это угасающий… У них неплохой рейтинг, да… У кого? У коммунистов. Да, у них 5-6% во всех… Вы считаете, это неплохое… Господин Соловьев, а вы что думаете по этому поводу? Это вынужденная мера коммунистов сейчас? Или это своего рода протест? Коммунисты уже достаточно давно, мне кажется, пытаются найти какую-то возможность на ком-то въехать. Да. Шли? Вновь в парламент? Ну, куда-нибудь. Но изначально в парламенте… Они на переправе даже коней меняют. У коммунистов, между прочим, точно такой же кризис идей, как и у Шора. Просто в отличие от Шора у коммунистов эти идеи когда-то были, их когда-то формулировали, или как-то высказывали… Коммунисты есть даже толковые люди. Шор изначально пошел просто особым своим путем и продолжает им пути идти. Потому что не только 16-й, да, кажется, год, когда Шор стал мэром Аргеева. 15-й. 15-й, да. Не только тогда, можно говорить о каком-то прецеденте уникальном. Но и сейчас, когда человек, не находясь в стране, зовет всех на баррикады по телевизору, записывает свои ролики на улицах то Архея, то Кишинева, то Москвы, то Брюсселя, между прочим. То есть, это такой протест с таким аватаром в виде лидера. Я говорю, что это секта. И это отчасти получается. Но как получается? Создать массовку получается. Предложить что-то не получается. И прошлое воскресенье, кстати говоря, я тут не знаю, кто кому больше помог, если честно. Потому что, когда ты выходишь с настолько радикальными лозунгами, и когда ты предъявляешь ультиматум, а потом создаешь комитет национального спасения, а через пару часов твой палаточный городок без сопротивления убирают, и никто из комитета национального спасения даже не появился.